Крымский полуостров Поэтому, наверное, первым шагом могло бы стать на Западе признание этого как дальности, как реальности. Международное право – дело хорошее, но, очевидно, нам как-то придется следовать, что сейчас ситуация смирится и работает дальше. Это может стать хорошим фундаментом для дальнейших разговоров. Эта ситуация вот такая сейчас, и надо с ней работать дальше. Это реальность. Второе. Конечно, вы правы. И меня тоже это раздражает, что на Западе об этом никто не говорит. Огромное количество беженцев с востока Украины убежали не на западную Украину, не в западные страны, а в Россию. Это были граждане Украины. И нельзя с одной стороны идти им навстречу, а с другой стороны не идти им навстречу этим беженцам. Конечно, часть вины лежит и на западной стране. Этот конфликт был внутри Украины, теперь это стал конфликт вокруг Украины. Очевидно, теперь мяч на стороне западных правительств. Им нужно сесть за стол переговоров, за которым должно оказаться и правительство Украины, и правительство в Киеве. Но, в конце концов, это конфликт, который был только внутри Украины, теперь это конфликт еще и вокруг ее границ. Мне кажется, западные правительства должны сделать здесь первый шаг без каких-либо дополнительных условий, не обостряя этот конфликт дополнительно, не заставляя его эскалировать. Вопрос с референдумом в Крыму, с повторным референдумом и, в принципе, с тем, как проявили себя жители этого полуострова. Я могу напомнить, скажем, о тех референдумах, которые проводились на Фольклендских или по-иному Мальвинских островах, которые проводились уже после военных действий между Британией и Аргентиной, и которые, по сути, признали, которые, по сути, вынудили признать эти острова частью британского сообщества. Напомню, что этот референдум проходил после боевых действий. Могу также сказать, что территория, которую сейчас ряд государств признал как независимое государство Косово, тоже была отделена после многолетних боевых действий, после агрессии военно-политического блока НАТО против Союзной Республики Югославия. И референдум, который там проходил, он тоже весьма и весьма сомнителен, если он вообще там имел место быть. Что касается Крыма, то Крымский референдум во время своего прохождения наблюдался многими представителями международных организаций, и они не зафиксировали большого числа нарушений. Можете, соответственно, проверить их мнение, можете проверить их отчеты. Это были представители самых разных европейских стран, и, в принципе, они считают, что этот референдум является вполне представительным, и он действительно отражает мнение жителей полуострова. Но вопрос даже не в крымском референдуме, вопрос, собственно, в устройстве украинского государства. Унитарная Украина, которая путем давления отказывала ряду этнических, социальных, национальных и политических групп в представительстве своих интересов, могла провести референдумы о защите прав этих сообществ уже давным-давно. Но, тем не менее, за все время независимости Украины не было проведено ни одного референдума по каким-либо качественным вопросам, отражающих интересы этих сообществ. И в результате именно это и привело и к отделению Крыма, перехода его в состав России, а также к гражданской войне на Донбассе. Продолжение следует...